Всем еще раз привет! Возвращаемся в прямой эфир. Ребят, 18 раунд стартовал, на сегодня это раунд последний. Опять же, три параллельных матча у нас, и конкретно на данной трансляции, Старладер 4, мы с вами будем смотреть матч с участием MP Phoenix и Invictus Gaming. Такие две команды у нас здесь встретились. Давайте посмотрим текущую турнирную таблицу, актуально на данный момент. С какими очками, с каким количеством побед пришли сюда команды к этому раунду. Вот они IG, седьмое место, 3-3 пока идут, 9 очков. Ну, делят они это самое седьмое место с Na'Vi, с E-Home, так что получается седьмого по девятое. Ну, Na'Vi в свою очередь сейчас тоже играют, в общем-то они могут улучшить свой результат, могут ухудшить. IG сражаются против Phoenix, у Phoenix 1-5, 15 место, все очень плохо у Phoenix, ему нужно сейчас только победы. Проигрывать больше нежелательно, ну и вот поглядим, поглядим, как у них будет, собственно, получаться. Ну, составы, я думаю, вы прекрасно знаете, уже выучили за эти многочисленные трансляции. IG сегодня много раз были, у нас Phoenix тоже уже на этой трансляции были. Ну, вот IG, Chuan, Ferrari, Lo, C.H. и June, ну и Phoenix, March, For If, Co, Reason и H. Ну, давайте сразу перемещаться к игре, все-таки посмотрим, что у нас там будут команды забирать, что будут пикать, от кого избавляться. Ну, вот, Phoenix берут себе Леона и Бристлбека, IG забирают Vengeful Spirit, Shadowfinda, и в банах у нас Batrider, Premaster, Medusa, Wisp, Warlock. Ну, Wisp, Warlock, это стандартные баны против Phoenix, к этому мы уже привыкли. Ну, и хочется спросить, хочется спросить, а где, собственно говоря, Джиггернаут и Аксы? Куда тролль делся? Сегодня, на удивление, ни разу тролля не видел в пике, хотя на Wildcard матчах в первом игровом дне тролль был весьма популярен. Ну, а, кстати, Джиггернаут у нас появляется очень часто, я не удивлюсь, что сейчас либо в бане, либо в пике он появится. Пока, правда, нет, думает Кси. Кого убирать? Ну, вообще, у ребят из Invictus Gaming, как левается, такая неплохая связочка, да, уже Vengeful Spirit, Shadowfind. Ну, для начала, это, конечно же, пассивное, скажем так, увеличение атаки за счет Vengeance Hour и за счет пассивки Shadowfind за счет Некромастери. Вот, плюс ко всему, это стратегия минус брони, опять же, пассивные от Shadowfind в виде пассивки от Priestess of the Dark Lord. Ну, а Vengeful Spirit, собственно, активная способность, это Wave of Terror. Так что эти два героя очень хорошо друг друга сочетаются. Посмотрим, будут ли углубляться эти вот моменты у нас IG. Банится Джиггернаут минус Templar Assassin и еще один бан нужно сделать IG. Ну, в плане того, как можно усугубить вот эти два пика, можно улучшить эту страту. Причем пика Draw Ranger, например, Visage. Эта схема работает, работала всегда. Можно допикать какого-то Dazzle, который в теории тоже. Нет-нет, да помогает-то с этой минус броней и так далее. Вот Байндс, наконец-то, тролль Warlord, о котором мы с вами сегодня вспоминали. Ну и вторая стадия пиков стартанула прямо сейчас. Ну что ж, Акс, конечно же Акс. Ну вот, те три персонажа у нас появились, появились во второй стадии, правда, но тем не менее. Джиггернаут тролль отлетели в бан, а вот так пик Кайджи достался. Все логично, все понятно, что дальше вопрос, с чем Фениксы будут играть. Ребят, у меня очень много вопросов по поводу, что за трек играет и так далее. Если вы хотите знать, что за трек играет в перерывах и так далее, вы смотрите просто название трансляции, видите, что за стример комментирует, да, ну, например, мы должны ориентироваться, где комментатор у нас сидит. Вот, заходите к нему в соцсеть и смотрите на статус. В статусе соцсети, в статусе, вот, ну, лично моего паблика, например, всегда транслируется текущая песенка. Вот, так что, сходите, vk.com.slashadklar.tv, в перерыве все треки именно там. Чатик я продублировал. Думаю, сообразите, найдете. Ну что ж, марч, пик третий, что дальше? Танчик такой хороший, присталдак есть. Ну, по-разному его сегодня использовали, брали как на оффлейн, чистым оффлейнером, соло-героем, брали как и майнкерри в Триплу. Лайн, просто хороший суппорт с Лайоном, как мы знаем, сочетание. Хороший есть в виде Скавров Мага, причем Скавров Маг здесь неплохо. Не то, что просто с Леоном, а, например, конкретно против Акса. Акс весьма неподвижный герой в плане замеса, врывает, стоит на месте и, грубо говоря, оберско скалирует. Под таких Скавров Маг заходит очень хорошо. Будет ли брать марч? Одного из любимых героев еще в MP Fenix не забанили, Invictus Gaming, это Сларк, конечно же. Ко на нем очень хорошо отыгрывает. Можно пикать. Но пока это Найт Сталкер. Ну, вы знаете, в Китае сейчас уже ночь. Ну, более-менее такое ночное время у нас тоже уже близится к вечеру. Вот, команды сегодня очень много. Игры отыгрывали. Достаточно напряженное расписание такое получается, да. И у нас для комментаторов и самим командам, конечно. Ну, матчи там раскиданы. То есть, 9 раундов, кого-то, может быть, в первом раунде нужно будет сыграть. И в девятом, да. То есть, попробуй тут вот соберись с мыслями. Не расслабься после первой игры, например. И не заслипайся. Вот. Так что тяжеловато. Ну, ничего страшного. Думаю, команды с такой призовой фон все-таки немножко... Немножко попотеют. Постараются. Не будут залипать и будут готовы всегда сражаться и показывать максимум своих возможностей, конечно. Вообще, как говорят, применительно к этой игре. Вот, судя по голосовалочке в паблике, я вижу, что большинство все-таки не верит в победу команды MP Phoenix. Думают, что IG здесь без проблем должны выигрывать. Ну, не знаю. Посмотрим. Ну, то IG хороший пик. Они добирают себя четвертым героем Дазла. А Дазла мы с вами вспоминали о том... Я говорю о том, как можно улучшить, например, связочку в Vengeful Spirit и Shadowfin. Дазла подходит очень-очень хорошо. С помощью своего Viva. Тоже лишает брони противника. Себе добавляет. Вся эта старта, она должна работать. Ну, это второй суппорт. Плюс ко всему, хороший суппорт в плане подхила своих тиммейтов. Да, сейва, на счет. Шеллоу Грейва. Так что вариант действительно крутой. Ну, Сайленсера Фениксы берут. Я бы сказал, даже вынужденный пик. За время действия Global Сайленса, действительно, можно избавляться от Дазла. Можно неприятно, там, скажем, не дать раскостоваться в финду. Не дать ворваться хорошо Аксу. Так что Сайленсер здесь выбор неплохой. Ну что ж, последняя стадия банов. За ним последняя стадия пиков. И непосредственно сама игра. Ну, я напомню, что на параллельном канале, сейчас на канале Старалдер 1, идут матчи с участием Na'Vi. Na'Vi играет против ХКТ. На канале Старалдер 3, там у нас Hellraiser с вами. Здесь, конечно, команда. Так что матчи не пропускайте. Ну что ж, баньца Шторм Спирит, мид-лейн героя забаннили IG, верят в то, что Найт Сталкер будет, видимо, на оффлейне стоять или где. А, ну, в миде тоже стоять, я же еще. Или все-таки на легкой. Но вообще Найт Сталкер такой персонаж, который его за именно эту групповую стадию использовали всегда по-разному. У нас был Найт Сталкер, который стоял на легкой линии в трипле, то есть фармил, там, носил себе какие-то шмотки, был мейн керри, был Найт Сталкер в мид очень часто и был Найт Сталкер на сложный. Поэтому касательно этого персонажа, заранее сказать невозможно, где он будет стоять. Что касается Бристалбэка, этот парень тоже везде может находиться. Единственное, что, наверное, мид-линия для него не самый подходящий лайн. А на легкой, на сложной он вполне справляется со своей задачей. Так что тут до последнего импи Феникс будут нам морочить голову в плане расстановки своих линий. Банится дум Фениксов. Слардар Айджи тоже недолго думая забирает. Еще один персонаж, который, в принципе, подходит к стратегии текущей Айджи. Опять же, все на уменьшение брони. Очень серьезно будут они пробивать и Бристалбэк, и Найт Сталкер вообще всех. Да, и Фениксом будет, конечно, тяжеловато в этой игре. Я уж прям вот предчувствую, насколько тяжело. Ну, по линиям все стандартно. То есть, Слардар фармящий кири, при суппортах Веншфу Спирит Дазл, Акс сложная. Что-то финт мид. Можно есть такая вариация, что Акс будет стоять не в соло, а с Дазлом, например. Акс Дазл тоже довольно-таки неплохая дабла. Дабла позволяет, в принципе, еще и заходить за товара, спуливать скрипов на себя. Это тоже работает. Может быть, есть такой еще альтернативный вариант, что Трепла отправится в сложную. Такая Трепла, как при суппортах Веншфу Спирит Дазл, может действительно сработать. Ну что ж, посмотрим. Феникс и Ласт Пик, по идее. Еще один кор-герой должен заехать. Воу-воу-воу-воу-воу! Тинкер! Вот кого мы еще не видели на протяжении групповой стадии. Но лично на моих стримах Тинкер действительно не попадался. Но теперь я рад. Тинкер есть. Еще один герой. Расширяется пул героев на D.A.C. 2015. Это, кстати, вы знаете, огромнейший плюс. Это говорит о том, что команды у нас очень разноплановые. Играют практически любым пиком. Исполняют. Ну вот, посмотрим, как Куо у нас на Тинкере откатает. Ну что ж, давайте на комменты. Да, вот давайте, потому что Фениксов начал с них и продолжим. Куо на Тинкере. Марч, Найт Сталкер, Фу Риф на Бристалбеке. Ризан, Лайон. Ну и остается Хин на Саленсере. Ну и IG. Джун, Слардар, Ксина, Акси, Феррари, Шадоффин, Си, Эйч, Венжи, Фолспирт и Чуань. Сыграет на Дазлике. Ну что ж, разбор героев произведен, поэтому... Давайте посмотрим, как у нас по линии могут располагаться. Сразу Смокин закупают себе крессивные суппорты. Что Саленсер, что Дазл. Так, Шадоффинда здесь запуливают на Тангусике. Феррари с Рейсбендом. Пойдет на медлинию. Ну, Кси на Сложную, Сталшилдом. Тоже куча подхилл. И все-таки Трипла в легкое отправляется у IG. Что у Фениксов? У Фениксов вижу Бристалбека закуп как раз-таки на Сложную линию. Хотя с Ring of Protection можно вполне уфармливать себе какие-то Сол Ринги и быть в Майн Керри в Трипле. Ну, очевидно, что Коу должен идти на медлинию. Тинкера иначе ты и не поставишь. Ну, а Марч. Марч все-таки как Керри в Триплу пойдет. Сталшилдом. И Трипла на этой самой топ-линии будет. Окей. Ну, вот что касательно последнего пика. Довольно-таки интересное решение от ММП Феникс. То есть IG, по сути, те персонажи, которые будут врываться на Даггерах. Да, то есть это Акс, это Слардар, но это еще Дуфин, в конце концов, тоже. Плюс Сапа Тенджеву сперет. Тоже, скажем, какой-никакой, но врыв какая-то инициация. Так вот, против всего этого, против персонажа, который врывается на герою, очень хорошо на Аутпуше работает именно Тинкер своим Маршет Машинцем. Так, на топе он, к сожалению, экшен, поэтому, может быть, их все чуть не подловили. Проблема в том, что у Тинкера стан на них, к сожалению. Плюс ко всему, Тинкер сам по себе герой такой сложно ловимый. Будет летать по линиям, туда-сюда, сплит-пушить. Стал бы немножко менее популярным Тинкером у нас в профессиональной дата-сцене. Раньше мы его очень часто видели, все потому, что ему... Убрали дэмэдж с Маршет Машинц по героям и спринчевым к магии и так далее. И спринчевым к физическому урону. То есть, да, не пробивает ДКБшки теперь. Поэтому перестали сразу его пикать. Но в целом, герой по-прежнему очень полезный. Если он в читерских руках, грамотных руках, то творит, конечно, чудеса. Ну ладно, посмотрим, как он себя здесь проявит. Что мы видим? Видим, что на сложной пока стоит Бристлбэк, но не один. Тут рядышком Ризен. Ризен, я так понимаю, здесь периодически будет стоять, помогать ворально Бристлбэк. А то еще и при этом делать стаки на энчинтах. Правляется Ризен. 53 секунды. Аккуратненько крепочек отводится. Должно получиться, в принципе. Так, ну и здесь, конечно же, вот эти суппорты будут ловить возможность убить Форива. Пока просто чего-нибудь пробивает. Пытается прогнать. Ну, тут у Форива 6 брони. Плюс стаутшилд. Не так-то просто продамажить каким-то дазликом. Дазлик, который 52 урона. Так, вот свеч пошел, пошел, пошел. Центришник поставил. Все, не дает делать стаки. Ну, прекрасно понимал, что не зря у нас смещается периодически Леон куда-то непонятно куда. Да, и возвращается. Понятное дело, что он стаки делает. И вот заблочил CH. Ну, это прекрасно видели, конечно же, MP Феникс. Да, потому что под Вардом пробежался у нас Венжерфул Спирит. Но при этом нужно все-таки приобрести себе какие-то центришники. И раздеварбить. Так, Форив получает стан. Чувань пробивается руки, потягивается CH. Станчик тоже выписал. Бьется, старается в лицо. И хорош, от Риза на стан по-троим. Такой рэбидж выдал. На топите времени у нас какой-то экшен. Это Хин пошел и убил Акса. До конца. Крип сейчас его запинает. Эть, 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 эть. Эть, саленсер обречен. Да, и Акс получает деньги за саленсера. Ну, бывает. Ну, в случае Акс, молодец. Молодец, точнее, саленсер. Пошел, не побоялся. Прям по Тауэр. Знал, что сделает фраг. Так вот, я оформил себе ФБ. В любом случае, саленсер остался в плюсе. Уточить с упортом, разменять себя на оффлейнер. Это всегда круто. Ну что ж, 1-1. Так вот у нас весело начинается эта игра. Что вы видите? В мидии СФ у нас 7 на 1 идет. КО 10 на 4. Но талисман у КО есть. Конечно же, упор на марш в машинс. Лазер на двоечку, видим, вкачал. Ну, дефолтно, да. То есть, быстрый сапог, быстрый тревела, быстрый даггер. Ну, а дальше полеты по всей карте. Фарм необходимых артефактов по ситуации. Такси возвращается на сложную линию. Здесь КО контролит руну. Баунти руну себе взял. А снизу мы видим, пока не пытаются второй раз фарива зацепить. Ну и фарив слишком далеко тоже не выходит. Возле Леона стоять, под своим товарочком. Там где поспокойнее. До крипов даже добирается. Уже 5 крипов забрал. Сейчас 6-й крипов. Хватает на сапог уже. Ну, более-менее игра у него идет. Худжуна, конечно же, тоже у него. Крипстат хороший. 13 на 5. Немножко уступает на инсталкер. Но там разница в пару крипочек. Так страшно. Так. Сиот получает курсы различные. И Шадоу Финт. КО убивает. Что это? Как это произошло? Дайте мне батл река. Похочу посмотреть. Нет, они просто пошли в размен. И в итоге СФ оказался похитрее. Видимо, как-то Кайлайм аккуратненько подконтролил. Тинкер уже очень хотел сделать фраг. Ну, вот на опыте в итоге Феррари убивает. Убивает КО. Ну, стоит полагать. Да, все-таки Феррари это достаточно опытный мидер. С огромным стажем. С именем, как-никак. Поэтому такие размены Феррари знает, как выигрывать. Ну, что ж. Неплохо получилось. 2-1, пока Айджи впереди. Ну, лазерками пытается КО не дать возможности СФ подфармнуть. У СФ на это есть свой ответ. У него есть спойлы. Которые он не стесняется и юзает для фарма. Покупает себе сапог Феррари. 15 на 5 крипстат. У КО, это время 17 на 4. Теперь дабл дэмэдж он находит. Вот, прокачал на разочек еще и миссил. Ракеточки. Так, что на сталкерах? Ну, в марч сапог былт пока. Я так понимаю, что это стандартная ПТ по началу. Дальше по ситуации. Посмотрим, когда марч начнет активно бегать. Ну, сталинцы, конечно, пытаются не мешать. Не воруют экспиренс особо, да, у марча. То есть, аккуратненько там пробегает. Водики, все остальное. Ну, чтобы марч быстрее уровень поднял. Так, здесь, возможно, будет ганг Ризен. Под смоком заходит. Феррари аккуратненько прячется по правую сторону своего тавра. Не подставляет под этот ганг. Плюс на сейвис, лучшего, находился еще и Сейч. Помог бы. Ну, активно забегали с упорта. Видимо, от обеих команд. КС вообще сместился в Лисандр. Его стоит на сложный. Духангар на нейтралов. Стак сделал. Фармить пытается. Ну, то осталось... По нулям практически хп, мп. Нужно бежать на базу химиться. Так, Джун тоже ПТ. 28 на 9. Топовый крипстат на карте, Джун. Посмотрим, будет ли выходить в фастлагер или какие-то другие артефакты. Там, теперь, не у нас Сейч. Сошел на хайк граунд. У него Ризен развернулся. Ризен. Попытается цепить Феррари. Снова не удается. В рейндж Феррари... Вот, я их не подставляю. Очень аккуратно на мид-линии находятся. Здесь третий уже Шадоу Рейзы. Так, ну и Марч тоже ПТ. Что уровень? Кстати, третий воет уже. Ну, я думаю, что Найт Сталкеру пора уже бегать по линиям. Грозная боевая одинница. Это Найт Сталкер. Семь брони. Мы видим, да, то есть полезный нюк. Куча ХП. Все у него есть для того, чтобы действительно быть активным. Забегать из этого Рая и делать фраги. Особенно хорошо, конечно, получается, когда противника Вижна. Нет, когда он не ожидает появления Найт Сталкера. Например, сейчас очень интересно марш заходит между Найт Сталкерами. Здесь стоит Феррари. Ну, сладенький, сладенький, конечно, и сыпчик. Поначалу мы знаем весьма уязвимая цель. Хочется ее убивать по КД. И у Хины какой-то баг. Окей. Окей, окей, ждем. Гоу. Благо, что пауза у нас не продолжительный в итоге. Нет, все-таки Феррари не готов еще. Так, Чуань, Лэй, Ай-Ей-Йоу. Не знаю, что это значит. Но в любом случае, ребята, стартует и продолжает играть в Доту. Ну что ж, шесть-мая минута встречи пошла. Начало довольно-таки неплохой ИГ. Тут, ну, Феникс, правда, только-то активизировались, да. Сейчас все пошли подключение от Найт Сталкера. Ну, причем, довольно-таки странно видеть то, что Найт Сталкер сместился со своей линии, да. Но вот на легкой никого не осталось фармить. А по идее-то, кто-то должен быть постоянно. Заходит за спину, здесь Ксив встречает. Берсик Скол должен быть, Марчин зацепили. Сеч получает Хекс. Ракетки пошли первый уровень так больно, но Сечу больно, потому что его еще подкапывают. Хороший Шеллоу Грэйв. Сеч до сих пор живет так, все время не дает один Кпилинг Блейд. Убивает Леона. Сейчас будет еще и Хина накрывать. Винджел Спирит, она погибла. Второй Слэм Данк к исполнению Акса. Один в два пока размены. Феррари давит Ко. А там встреча, там еще и Джон. Вот он мой сладенький. Иди сюда, иди сюда. Клэп, по-моему, удар с руки. Хорошо, Джон на халяву еще и фраг получает. Да, в итоге размен один в три получился. И... Конечно, в плюс к себе разменялись ребята из Айджи. 5-2. Особенно приятно, я думаю, было с Лордарчику. То есть ты стоишь такой на линии, получаешь что-то... Экспиринс, получаешь деньги, ласхетишь, там как-то с присталбеком боюешь. Ну, хоп, на халяву к тебе приходят Тинкер, говорят, убим. Джон говорит, окей. Берет и убивает, и дальше продолжает фармить. Пабло лишним не бывает. Все окей. Ну, причем, та самая старта пока еще, видимо, у Айджи и не реализовывается, да? То есть, понятное дело, что вот эти вот минус броня и так далее, все это будет только с уровня. В частности, у Феррари нужно пассивочку будет вкачать, и ультимейт у Даззла должен будет появиться, и амплифайд дэмэдж у Джона тоже. И вот только тогда... Венжефор Спирит, видим, вейв тоже, Макси тоже неплохо. Да, конечно. Конечно, много сильнее будут Айджи в драках 5 на 5. Останется только подумать о выживаемости какой-то, что обеспечит им покупку, наверное, БКБш каких-то. Ну и не знаю, как будет с этим Фениксом справляться. Честно, без понятия. Пик Тинкер, конечно, решение интересное, но я думаю, что это не победное решение. По мне. Ну, не знаю, почему-то пик команды Айджи мне нравится больше. Хотя я, конечно, душой и телом, что называется, за Фениксов. Очень нравится, как играют корейцы. Да, феноменальные игры постоянно были. Постоянно на грани победы не находятся, но просто довести игру до ума у них не получается. Ладно. Давайте смотреть. Так, Ситрак, Вилбуцы, полторы тысячи денег есть, седьмой уровень, КСИ. Батлхангер на Айхина дал. Нужно нафармить, конечно, на даггер. Сложные линии вполне это можно сделать, тем более, что линия как раз-таки отпушилась. Крються-вертится, вот курсака, штука неприятная. Но ее никак не скинуть. А Берсик Скол давать не хочется. Пока еще не так неприятно, потому что курсатка второго уровня. Так, в спину заходит Марч, кстати, у КСИ могут быть проблемы. Ночь, ТП Аут. Ну, вот-вот, та самая проблема. Команда МП Феникс дает о себе знать, потому что у них на всю команду только один Леон, который Станнер отдает, да? Ну, у которого есть два дизейбов, то есть Хекс и Станнер. У остальных героев просто-напросто этих Станов нет. Поэтому, если вдруг это непонятный момент для Айджи, если неприятная ситуация, БК Бетта Паут всегда будет работать. Ну, Бристл Бека здесь разобрали. Вот он Аплевай Дэмэдж. Вот он Сиэч с Вейвом третьего уровня. И Бристл Бек уже понимает, что он не очень-то плотный герой в доте. Разбирают его достаточно серьезно. А, 741 урона Слардар нанес, 344 Эвенжи Пус Перед. И Бристл Бек погибает. Ну что ж, 6-2 на 10-й минуте встречи. Начало очень даже хорошее в Айджи. Смотрим по деньгам. Ну, там преимущество 2000 есть, по экспириенсу 3000. То есть, ну, то самое начало, они как раз-таки себе в плюсы вышли. Давайте оценим индивидуальный Нетфорест, тогда. Топовый СФ, второй Слардар. Сталкер держится на позиции топ-3. И Найсалкер, который довольно-таки много времени потерял путем пробежек налево-направо. Ну, фракт он сделал, ассист тоже, так что, в принципе, не зря бегал. Приносит себе огурклапы и будет делать БКБ. Или Аганим. Вопрос, кстати. И Слардар вот покупает себе даггер. Ну, вот с даггерочком, конечно, повеселее сейчас игра. У Джуна пойдет. Да и целом, ребята, из Айджи. Еще и Акс себе даггерочек прикупит. Суть, осталось всего лишь что монет. Да, и готовы ли к этому фениксы. Самое важное. Потому что сейчас бедняжки Леоны своими 560 здоровья. Бедняжки Саленсеры, которые 125 здоровья, будут умирать только так. Ну, и при этом понимаем, что и Тинкер, если подставляется под какой-то врыв, тоже будет убирать очень быстро. Ну, по сути, с плотных героев здесь только Найт Сталкер и Бристалбек. Ну, мы видели, что произошло с Бристалбеком. Вот теперь видим, сейчас второй раз с ним что-то произойдет. Гифф, Амплифай. Тут беда. Еще и самых сладких Энджи тут оставил. Не добил, сейчас Джун будет зубфарливать своими суппортами. Ответочка от МВП Феникс заходит. Куо, марш в машине 4 уровня. Подкопчик по двоим неплохо. Найт Сталкер Саленс. Глобал суппортов разбивают очень быстро. И Джун понял, что тут нечего ловить. И просто ушел. Кси в погоню за Хином. Царь Мансов, Ксин. Кин. Отлично, отманеврировал, ушел. Отлично отыграл. А по попой на ноге. До дома, до базы, до хаты. Ну что, Бристалбек в итоге разменяли на двух суппортов. Я думаю, Фениксы рады тем, что хотя бы кого-то удалось убить. Покупается Беттервлам в 12-й минуте Куо. 1, 2, 2, левел 9. На двоечку видим у него лазерочек. На двоечку ракетки. Четвертый марш в машинс. И реарм первого уровня. Или он продолжает на МИДе фармить. Мне очень странно это видеть. Хотя потому, что его до сих пор не убили. Это же самая-самая легкая цель. Легчайшая цель вообще для любого. Что для Аксии, что для СФ, что для Слардара. Ну и Ризан каким-то чудом пока живет. Ну потому что стоит у него хороший вардец, конечно же. В первую очередь он у него есть вижен. Он знает, если находится оппонент, чем занимается. Смог провязали Айджи. СФ не под смоками. Перетяжечка на топ. Там Марч, кстати. Убить Марча можно. Вот такие вот рисуют. Мувы у нас тут один из игроков. Ребята из Айджи. Пробежались. Между этого в раме поставили вардец. Ну что ж, здесь Фориев. Грамотно уходит. Без человека больше нежелательно умирать, конечно. Надо бы до Вангуарда терпеть каким-то образом. Ну смотрите, не удалось никого поймать Айджи. Все разбежались. Ко. Амидия. СФ здесь в инвизе тоже. Барт палит передвижение Хина. Будет ли врываться? Джун пошел. Состав на Хина начал. Кси двоих на Берсик Скол. И СФ Кайлаймер раскидывается налево-направо. Неплохой подкоп. Кси пока будет выхиливать за счет, конечно же, Шеллоу Крейвер. Рекумент в соус тоже неплохой. Байбэк от Саленсера. Джун идет дальше убивать Марча. Пасается до конца в погоню. Там бегает Кси, летопитый. Урна на нем сверху висит. Он в живых остался каким-то чудом. Джун здесь пытается забрать Марч. Марч идет до конца. Вольт сейчас будет. Забирает он, видим, все-таки. Джуна. И в итоге размен получился 1 в 3. С учетом байбэка Саленсера. Да, байбэк. Саленсер погиб, сделал байбэк и опять погиб. Но в итоге драку-то IG выиграли, как ни крути. Хотя и отдали своего мейнкерри. Ну что, Джуферари. Даггер купил. Полтары пищи денег сверху. Топовый на Творс по-прежнему. Кси чудом остался в живых том за месяц, конечно. Спасибо Дазлу. Шеллоу Крейфа. Удзи проспас. Затем временем по горячим вам новостям. Сообщаю, что Na'Vi все-таки выиграют очередной свой матч. Наконец-то они вышли в плюс. Своей статистики 4-3 должно быть. Отличное завершение игрового дня. Поздравляем. Ну, главное, чтобы Hellraiser в своем там матче тоже выиграли. Тогда было бы вообще все круто. Для СГ дата-сцены. Ну, а нас здесь 10-5. Пока IG впереди. Предсказуемо в принципе. Но он теперь у него смог вылазка и чтение, чем могут поймать. Тех Саленс. Войд. Тычка с руки. Минус. Личный ганг. Разобрали очень быстро. То и IG экономика пошатывается. Забегали, Фениксы. Вот что самое важное. Начали играть агрессивно и увидим, что IG пока к этому не готова. Тысяча монет у нас Куоттерна. Лассел, Рингтон, Талисман, Фоттерна, Паладинский. Ракетки тоже качал. Ну, конечно, Тинкер большая главная боль такая. Для IG. В данном этапе, конечно, он кучу урона вносит. Успел себе необходимые артефакты подсобрать Тинкер. Разве что дагерочек еще приобрести. Будет вообще идеально. Два стака марш в машине. С ракетки периодически будут залетать. То есть действительно. Очень серьезно IG впитывает в себя урон. Не так страшен какой-то Найд Сталкер, да, или Бристалбек, как страшен Тинкер. Сф, Огрклаб, Феррари, 1600 монет хватает на Метрилхаммер. Понятное дело, что БКБ артефактом следующим после дагера будет. Я думаю, что и у Джу, но и у Акса будет то же самое. Ну, хотя вот Аксу, может быть, не так критично. Он покупает себе чейнмел. Мека, так понимаю, будет оформлять. Ну да, Сф у нас, хоть и медовой, но без Мекканзма играет. Суппорты там непонятно. Когда смогут Мекку собрать. Че они? На медальку, я так понимаю, выходит. Мека нужна. Хотя бы просто от первого прокаста, там, я не знаю, Леона или Тинкера выхилить. Так, ну что ж, Джун на легкой линии фармиет. Здесь Найн Сталкер уже его караулиет. Смещается на Ризан. Будут нападать, еще ТП. Ой-ой-ой, Хексан. Тинкер не прилетел, но в итоге без него, думаю, справится. Finger of Death, Global Silence, Джун Мюнс. Смертоносен уже, Марш. Кстати, Марш, это 5-0-1 с легкой линии. Начал неплохо. Там, теперь, у Тинкера пытаются подловить. Тинкер. Рассказ на развороте. Марш приходит на ТП. Урну повесил. Сва под Сиеча стан. Марша. Беслардара драться не хочет. Ракетки еще одни залетают. Воит на Сиеча. Есть подхил. Сиечу. Урну получает. Еще и курса сверху. Минус. Минус 2. Кси, куда что ворвался-то? Назад, назад, назад. Беслардара драться нельзя. Очередные 2 фрага для MP Phoenix. Снизу там до этого еще фраг сделали. Сумарда получилась 2 фрага. Так, ну и Блэйдмейл. Конечно же Блэйдмейл. Такси. Да нет. Не Миканзам. Я уже тут потихонечку начинаю к концу игрового дня наркоманить. Вы уж меня простите. Конечно же это будет Блэйдмейл. Ну а то есть, а как еще бороться с Тинкером? Так. На Ризан теперь и ним все-таки. Подловили наконец. Я все удивлялся, почему этого наглого Леона с мидлейной никто не убил. Но мы наконец-таки его приговорили. Да, Блэйдмейл это хорошая тема. Тинкера дамажить. И, например, Блэйдмейл можно собрать не в единственном количестве. Сновали мы случай, как контрили Тинкеров. Просто прожималась парочка Блэйдмейлов. Заходили под марш в машин. С Тинкер светал сам себя. Такие расклады. Ну так, я уже купил КУО. Он начинает летать по своим нычкам, стоверов, скрипов. Не подставляться. 11.80. 17 минут игры позади. Блэйдмейл дособирал себе, конечно же, Акс. Юзит сразу смок от IG. И там Тереним Саленсер тоже покупает смок. Но ребята из MP Феникса еще не собираются вместе. А пора уже, потому что IG заходит на Рошанчика. Poison Touch. Amplified Damage. Минус 16 брони. Посмотрите, с какой скорости падает Рошан. Как будто и не 10 тысяч хп у него. А, не 9,5 тысяч. Да. Очень быстро забирают. Егисли Феррари. Ну и Феррари через 100 монет уже появится БКБшка. Ну что, Найт Сталкер? Начал марч у нас, видимо, с Аганимом. Состочно. Серьезный артефакт для Найт Сталкера. Нужный, конечно же, для команды особенно. Дижен. Огромнейший просто. Да, можно очень удобно выбирать позиции для драк и так далее. Просто одни плюсы. Так, вот тут Хин скорее всего подставится. Сейчас 34 монета. Очень Хин хочет купить себе Мидас. Я прям вижу по его глазам. Но не дают. Не дают. Гангуют, бегают, убивают. Привет. Опа, Ко здесь. А не подставился ли Ко успевает уйти на даггере? Неплохо. Пораньше Боджун кинул станчик, я думаю, Тинкер Батт никуда не ушел. Разделились там две части, ребята. Из Айджи. Бегает, кстати, здесь ССФ. Феррари с БКБшкой Саекиса. Марч здесь с подвиженом. Потому что стоят в арбишке. Феррари стоит, ждет своих тиммейтов. Так. На что подошел первый Сиэч или кто-нибудь со станчиком? Вот Марч ускоряется и все, уже ее не поймать. Кстати, противника пока он не видит. 12.8, 20 минут игры позади. Смотрим на графики. Видим, что Айджи впереди на тысячу пока по экспириенсу. Нули. Но в целом, более-менее равная ситуация. Вейк Коман, Феррари здесь. Приходит Тинкер. Прокастовался. Вейв залетает. Виа Фури получает стан. Сейч в отреточку воет урну. О, продолжает настакивать марш в машин. С Феррари пока прячется. Но неприятно читать драк. Как Айджи драться под этим марш в машин с Феррари здесь? Его, конечно же, видно, что Марч рядом. Феррари провизует БКБ. Рекоменов Солс. Глобал Сайленс поздновато. Немножко резина, ведь уже зацепили. Прыгивает дальше на даггере за Фуриевом. Урната. Настаклся достаточно серьезный вив. Марч заходит. Убивает Венжи Фул Спирит. Марч сам будет страдать. Он накрывает Килинг Блейдом Кси. Один в два пока размен. Рекоменов Солс пошел от Феррари. И разбегается. Но Феррари тут. ВХП точно серьезно просел. А вот Джун, кстати, может продолжить атаку. Не может. Феррари живых оставался. У него Баклер и Вангуа. Хуй ли впрыгивает Джун на него? Там спрятался, видим, Хин. Бедняжка Хин с одним сапаком до сих пор. Очень хочет купить себе медал. До сих пор деньги держит. Лучший замков на 21 минуте. Сапог ТПшка. Больше ничего не нужно. Все есть. Главное вовремя Global Silence нажимать и будет полный порядок. Ничего еще нужно в Саленсе. Ну что ж, 14-9. В целом Айджи все равно выиграли драку. Хотя они достаточно серьезно терпелись от Тинкера. Тинкер 2000 монет уже нафаймал. Ну и Марч начинает свои забеги под Смоками вместе с Ризаном. О, рядышком. Тинкер. Смотрим, смотрим, смотрим. Видит. Видит, видит они здесь Акса. Пока одного. На него не врываются. Видит здесь еще и Слардара, Дазлика. Ой, ее уже опасно. И разворачиваются, убегают. Ну, молодцы, что сразу на Акс не сагрались. Потому что там бы встретили много людей. Куа здесь может подставиться. Свапают его. Поймали. Стан получает. Вот Куа ошибся. Впервые за эту игру. Но Куа ошибается. Недостаточно хорошо он отпрыгнул на даггере. После своего прокаста. Даггер получает смерть. До этого он умирал без даггера. То есть в начале, на стадии лейдинга. Так что после покупки даггера треволфт его первая ошибка. Шадуфин теперь не в соло убивает Саленсера. Там теперь не впрыгивает Акс. Цепляет Ризана. Джун врывается по двоим. Стан. Тинкер байбэк заюзал. Здесь уже минусует Лайна. Марч. Прилетает Тинкер. Машин вызывает. Остался он здесь зажатым Чуань. Вот так вот он решил расправиться с этой ситуацией. Но сбивает ему ТП. Шаллогрейфт и паут конечно штука интересная. Дал вив. Перед смертью поизом тач засунул и погиб. Ну кстати это у нас стрикованный Чуань был. С доминейтингом его забрали. Нормально так. На Феррари теряем на топе. Но в любом случае это в плюс драка для Айджа. Очередной раз да. Потому что КО потратил деньги на байбэк. Очень важно. При этом убили еще и Леончика и так далее. 17-10. И графики сразу вверху Айджи поползли. Ну вот они выигранные файты. Дай это себе знать. Феррари. Что ты дальше будешь покупать? 3000 монет. Пока думает. Кси, Блэйдмейл, Вангуард. Есть Даггер, есть Транкфилл Тапки. Здесь Слардар. Слардар, Огроклаб 1600. Ну вот ДПКБ еще далековато. Ну что ж, в Мизе будет атака видимо на Феррари. Заходит Ризен. Есть. Ой, хорошо. Свап. Ну вот потому что нету Айгиса у нас уже у Феррари. Нельзя ему поставляться. Глобал Саленс. Фингер оф Дэс. В Феррари заходит реквимов соус. Но Марч ты таким реквимов соусом не подцепишь. А вот Джун может. Стан дает. Амплифай дэмэдж. Пробивает с руки. Продамаживает. Кримсон Гвард хороший. Это вот те времена машин сприговаривает Слардара. Феррари уходит. Ну и Ксидис тоже ворвался. Запоздало немножко. Его здесь не отпустят. Поэтому его включает. Аккуратненько нужно раскатить. Четвертый стакбул. Подкопали, убили. Ой, сорвали стрик. Боже, как только денег сейчас получили импи Феникс. Неприлично просто много. Где батл река? 4 тысячи экспиренс. Или он тут 1100 золота просто с момента забрал. И наконец-таки натерпел хину на свой Саленсер. Вообще за терпение, конечно, стоит поставить пятерочку. Твердую хину. Не сдался. Не стал покупать все всякие ПТшки, чтобы жить подольше. Не купил Мидас. Ну с Мидасом фарм более-менее пойдет. Да, можно будет и Аганим нафармить. Там рефрешер. Если гораздо тянется. Что я без шмоток, скажем так, Саленсер сидеть не буду. Потому что 17-13, казалось бы, вот уже поймали волну Айджи. Но он стоп фраги. Он стоп выигранные файты. Но ошиблись разочек. Потеряли троих. И вот сейчас Фениксы возвращаются. Ну после Аганима сразу Огрклаб покупает 7 марч. Будет вот тоже по КВшку. Фори в Кримсон Гар 1200 пока. 0.26. Не чувствую себя таким. Тяжелоатлетом, скажем так, в Фори. Да, все-таки Преслабека пробивает достаточно серьезно. Если оказывается под фокусом терения на СФ. Атака пошла. Свап. Саленс на Сиэйча. И разбегаются. Через Юл решил поиграть в КО. Ну так вот. Интересное решение. Немножко нестандартный такой запак получается. С другой стороны, теперь попробуй поймай этого тинкера. На все случаи жизни у него будет просто простой ответ. Йолу, дайгер аут. С фокусировкой этого персонажа будут большие проблемы. Так, ультимейторп у нас в Феррари покупает себе после БКБ. 2100 у него сверху имеется. Я так понимаю, что это мантастава пойдет с следующим артефактом. Чуваних адрес. Недалено в Core Rage. Сейч, Транквил, Лурна, Мэджик, Бонд. Остальных ничего нового не появляется. Что там у Слардара? Слардар дофармил на БКБ, так понимаю. Не, рецепт на БКБ он себе приобрел. И еще 800 монет. 26 минут игры позади. Ну что, что делать, ребята, из IG сейчас? Ну, попытаются сейчас подпушить нижнюю линию. Тедин Тавер до сих пор стоит в МП Феникс. Стягивают сюда Фориев. Кси, сразу же Батлхангер накинул. Ракетки полетели. Юз цигли фортификейшн. Марш в машин с наход. Ну, не подойти. Ну, вот против этого антипуша, конечно, сложно что-либо сделать. Нужно как-то ловить тинкер, как ловить непонятно. Вообще два варианта. Либо ты находишь какую-то контру тинкера, пытаешься его свапнуть в максимальном расстоянии, либо порваться на даггере. Против опытных тинкеров такое, в принципе, не работает. Есть второй план. Это просто фарм. Фарм таких крутых артефактов ровно до тех пор, пока тинкер тебя не начнет не пробивать, да? Когда он будет вкосновать, тебе будет все равно. Второй вариант, в случае для IG, он, по-моему, более предпочтительный. Мне кажется. Ну, или опять же, не постесняться купить Блэйд Мэйла, языком 3. Так, 25 секунд до появления следующего Рошана. Посмотрим, будет ли здесь драка за этого Рошана. Блэйд Мэйл покупает себе Бристилл Дэк. Снова стяжка вниз. Не дает тинкер, конечно, подходить своему тавору. Как только видит какое-то давление на нижней линии, сразу прилетает. И марш, и марш, и марш, и марш, и марш. Так, я на что-то нам дасировал. Ну вот, видимо, уже Пойнт Бустер появляется. Ну так, понемножку, понемножку. Сайленсер сам особо на линии никуда не двигается. Все, что от него нужно, это нажать одну кнопку. Глобал Сайленсер по таймингу. Остальное время он предоставлен сам себе. И вот он занимается лесничеством. Формит, формит. Да, и Азди пока не могут придумать, что им делать. Они собираются вместе, передвигаются, не фармят, по сути дела. Да, но тяжело фармить, когда вы пятером на той точке находитесь, и отпушиваете одну волну глипов. Ну, здесь уже надо, чтобы капитан подсказал, что нужно делать. И вот появляется Рошан, сразу же под смоками заходит Феникс, и причем опять же, успевает это сделать до того, как Айджи прочухают. Даггер приобретает себе лайн. 400, как Айджи уже смещают сюда Айджи. Успеет ли вопрос? Как-то быстро они сносят, как Айджи могли бы снести этого Рошана. Вейв залетает, видно все прекрасно. Скади приобретает себе Феррари. Залетает. БКБ-шка получает Сайленс после БКБ. Начинает пить с руки этим временем. Силы тьмы убивают Рошана. Айэгис, с тех пор никто не взял. Саппл Айгис, Лордар. Неплохо разлобрали, видим Бристалбека и Слордар. Отличнейший врыв исполнения, ребята, из Эджи. Просто отличнейший. И погоня за Хином теперь. Иди сюда. Сладкий Сайленсер. Джон ворвался. Амплифай дал. Ну, Хин здесь не уйдет. Баш срабатывает еще. Минус. Минус три трипл килл делает Джон. Воруют Айэгис. И Фениксы проваливаются в этом мове. Да, не успели забрать Рошана слишком долго, а не его крыльца. Ну, как такового ДПСера с руки у них, мы видим, в команде нет. Есть танки. Есть герои, которые живучие, толстые. Но, чтобы нанести быстрый урон, такого нет. Кор забрал Тауэр. Четыре тысячи денег у него есть. Все в порядке у кого с фармом. Топовый по Нетфорсу. Ну, топ-2 по Нетфорсу он. Топовый среди своей команды. Ну, а только там и Вайджи. 14-4 Нетфорс, СФ, ФАКС, Лордар идут. То есть все плотничком. Забирать, конечно же, это два Тауэр. Что будет делать дальше, вопрос. Радианс Тауэр. Аксбокер Клаб тоже пойдет в БКБ. Поварищи БКБ уже собирал. Это мы видели. Ди-100. В принципе, Айджи сейчас можно подоглее сыграть. С наличием БКБ, с наличием Аегиса в кармане. Можно делать какие-то забеги. Ну, хотя бы там сносить внешние Тавара без сопротивления. Слушай, как план. Чейнмейл приобрел в Бристалбексе. После плейтмейла. Мы так понимаем, что это будет у нас Кираса. Марч. Ничего нового не купил, потому что погиб. Ну, кстати, замеси вот в этом находился Аегис нетронутым. Да, он выпал, лежал, лежал, лежал. Но там никто прокликать толком не мог, потому что кто-то в стане стоял, кто-то еще что-то. И потом Бристалбек, точнее Слардбар успел забрать. Ну, действительно, Айджи делает все абсолютно правильно. Не подпушивает медлини, не будут забирать внешний Тауэр. Или нет, Кси. Так бегает у нас здесь Марч, видят Кси. Будет видеть сейчас еще и видим Слардарчика здесь. Леон. Ксидж, он врывается. БКБшка забревает себя Глобал. Просто он спадает, Ризна забревает. Кос, может ли уйти? Кос, слишком близко подошел. Урна, юлит себя. И подстан подставляется. Марч им еще и цепляет Сиэйдж. Феррари прыгивает дальше. И проваливается в очередной раз МП Феникс. Просто на ровном месте. Ну зачем, спрашивается. То есть ты бежишь на Найт Сталкер, ты видишь, что там один Акс есть. То есть Акс ты быстро не соберешь. Плюс ко всему, под рейндж твоего Вижена подставляется еще и Слардар. Ты знаешь, что там уже их двое. И ты все равно идешь в атаку. Ну, сомнительный мув в исполнении МП Феникс. В итоге опять отдают кор героев на ровном месте без какого-либо... Размена, да? Без какой-либо компенсации. Ну и в итоге, конечно, экономика очень серьезно должна пострадать сейчас и МП Феникс. Денег очень много поднимают IG с таких моментов. Ну, хотя не хотели, видимо, сразу подняться на хайграунд. Но слишком сильно уже были отпушены линии от МП. Постарался Тинкер. Поэтому долго-долго добирается еще территории. Кси, кстати, на Ризан. А Ризан не видит. А Кси здесь спрятался. Подкапывает Ризан. Кси, хороший мув. Выбегает такой. Опа, спалился, спалился, спалился. Ну, надо было подождать. Но Фу Рива заходит. Берсик Сколл. Фу Рива зацепила. Ай-яй, Фу Рив. Слардар Тирениум застанет. Там непонятно кого. Он врывается там за Ризан. Хорошо, он Ризан растоптал. Фу Рив тоже будет умирать. Тинкер появился только сейчас. Фу Рив погиб. За Коу нужно идти в погоню. Коу поставляет спад стан. Нет, он успевает сделать юл. Чувань здесь. Шеллоу Грейв на себя, чтобы жить. Пытается уйти. Подхилы массовые. В спину Коу дает раскасты. Дает ракетки. Марш в машин. Свапают Коу. Слардар впрыгивает. Станом цепляет. Дальше не пошел, потому что нет БКБшки. Амплифай дэмиджи раскидывает. Найт Сталкера в секунду. Врывается дальше Джун. За Хином. Как же поставляются Фениксы. Но зачем они так играют? Фу Рива цепляют тоже. Дружный толпой. Айджи идут дальше. Прямо по 104-го раз. Забирают Тинкера. Фу Рив. Скадзи не отпускает его. Бешеное замедление. Тинкер байбэк. Заюзал. Уже возвращается Ризан. Финкер оф Дэз. Заюзал. Убивают Аксани. Но погибают. Погибают Фениксы нон-стоп. Сечи откидывается Стана. Марш оф Машинс. Стараются отойти. Погрызанные Айджи. Но как же много денег они здесь заработали. Остаются. Остаются. Чтобы забрать в сторону. Глип Фортификейшн. Ко. Опять же приходится там получать свап. Ну как так? Ко. Стан. Ко. Минус после байбэка. 85 секунд в таверне. Ко. Ну что это за конвейер гейминг? Ну как так? Фениксы. Как так можно было плохо исполнить? Как так можно было подставляться? Ну Айджи молодцы. Ну вот слов нет. Почувствовали ту самую волну. В эту волну вошли. И один за другим просто. Прям по головам прошлись. По Фениксам. Последний замес просто люто бешеный какой-то получился. Айджи. Убивали МП Феникс каждого по два раза. Судя по всему. Да. Крафики бешено ушли вверх. Забирают в крайнюю сторону. Ну и. Фактически тем самым приговаривая Фениксов к очередному поражению. В этой групповой стадии. Невероятная мэдэмисс. Невероятная драка. Ну Джун скоряется. Ой хин. Ой хин. Не пошел дальше с Лордар. Простил на самом деле. Джун мог прыгивать и забирать. Да. Дайгер. Кулдаун был. Забрали Т2 Тауэр по мидлейну. Т2 Тауэр еще на топе стоит. Будут ли они сразу грызть Т3. Хотя тут до сих пор нет тинкера. 20 секунд. Боже. Это очень много. Да и дал су Феррарис. Тарасочку покупает себе сразу с Лордар. Живучие. Игрызут. 12 секунд. Нет глифортификешна. МП Феникс стоят и ждут. Они ждут появления тинкера и чтобы дать еще один бой. Которым чудо только ему может принести победу. Они сделают камбэк. Ко приходит. Получает Амплифай. Кримсон Голард. Потеряли уже сторону. Джун идет под БКБ. Станет кого-то пытается. Станет никого. Фурифтер не поставляется под Станчиком. Разобрали. Просто в секунду. До Силбека не почувствовали. Абсолютно. Кси Рассказ получает. Свапают Ко. Тоже минус. Глобал Сайленс поздновато. Риз нацепляют. Двух ударов его тоже забирают. Марч поставляется под удар от Скади. Террари. Зацепили Хина. Хин тоже минус-минус 4. Это минус 5. Фулл 5. Мэн Тим Вайп. И КГУП пишет МП Феникс. Напряженная игра была ровно до 28 минуты какой-то. Да. И один замес потом все перевернул. И Айджи уже не отпустили. Хорошая игра. Доброзная такая. Ну и выглядело, конечно, действительно круто. Айджи молодцы. Стрясающий перформанс. Ну что ж, судя по всему, у нас тут у нас трансляции потихонечку заканчиваются. 18-й раунд, по-моему, у нас тоже закончен. Ну, насколько я знаю, на канале Старалдер 1 уже игра давно закончилась. У нас вот только сейчас. Не знаю, как там сыграли Hellraiser. Там игра идет еще. Там она в самом разгаре. Так что вы скоро будете переключаться именно туда и смотреть, как там играют Хаэры. Вот. Ну, здесь вы видите финальную таблицу. Сейчас я вам покажу, как выглядит сеточка на данный момент. Актуальная. Ну, 7-0-15, Шадо Фильм. Какие тут могут быть вопросы, да? Все понятно. Феррари. На коне. Так, ну и давайте. Выглядим. Таблицу, как она выглядит. Надеюсь, она у нас обновилась. Феникс 1-6, да. Обновилась табличка. Феникс 1-6. Очень плохо. 4-3 IG. Так же, как и Na'Vi. Так же, как и LGD. Так же, как и Rave. Четыре команды пока идут с позиции с топ-5 на топ-8. Ну, безусловные лидеры пока и в Элджиниусе 7-0. Сигре тоже 6-0. Ни одну игру еще не проиграли. Конечно, очень серьезная подготовочка. Но вот Феникс и Ньюби, конечно. Пока своих фанатов не радуют. Самым ботами находятся. Там рядышком еще Тонг-Ку. Клауд-9. ГТ. Тоже не самые стабильные выступления. Вот Hellraiser 3-4. Сейчас им кровь износу нужна победа. Они катают на канале StarLadder 3. Так что быстренько, наверное, будем переключаться туда и досматривать. Ну, на этом пока студия StarLadder прекращает свое вещание. Ровно до завтрашнего утра, до 7 утра будем врываться. В частности, завтра я буду для вас комментировать на канале StarLadder 3. С самого утра и до самого вечера. Один-одинешенек. Так что приходите, смотрите. Начнем так же, как и сегодня. В общем-то, расписание появится в ближайшее время в наших соцсетях. Вот. Видите мой паблик. Твиттер. Используйте, читайте. Много полезного там найдете. Ну и... Здесь вам спасибо за внимание. Пока-пока. Услышимся совсем скоро. Пока на канал StarLadder 3. Быстенько перепрыгиваем и досматриваем последний матч. Удачи, увидимся.